Друзья мои, всем привет! С вами канал Очень Вкусная Еда. И сегодня мы готовим одно из моих любимых блюд немецкой кухни. Картофельный салат. Здесь в Германии есть два вида. Один из них называется как бы южный или швабский картофельный салат. А второй северный вариант его приготовления. Я хочу вам предложить именно швабский вариант картофельного салата. Итак, вот ингредиенты, которые нам будут помогать. Это картошка, мы ее сейчас поставим варить обязательно в мундире. Соленые огурчики, растительное масло. Немножко рассола, в котором были эти огурцы. Слегка прикопченный бекон. Куриный бульон. Немножко сахара. Горчица, луковица, соль. И черный перец. Салат получается очень вкусный. Он может выступать как отдельное блюдо, так и гарнир к любому грилю или к любому мясу. Итак, поехали! Итак, друзья, мы ставим варить картошку, а сами пойдем подготавливать другие ингредиенты. Сейчас мы сделаем небольшой маринад. Мы берем немного рассола огуречного. Теперь берем горчичку. Здесь две столовых ложки. Запах интересный. Классный идет. Немножко соли берем. Чуть-чуть сахара где-то, вот столько. Ну и делаем однородную массу. Напоминаю, мы делаем маринад, в который пойдет лук. Так, лук мы нарезали вот так вот. Мелко, как обычно, идет для жарки. Каждый может резать, как ему хочется. Нам нужно, чтобы лук промариновался. Пока будет картошка вариться, он в этом маринаде промаринуется. Очень приятный запах идет. Так, теперь мы добавим немножечко черного перца. Буквально столько. Он придаст свои вкусовые нотки нашему маринаду. Все, оставляем, пока не приготовится картошка, наш лук мариноваться. Итак, друзья, картошечка у нас сварилась. Мы сейчас прижарим бекон. Обязательно масло нужно не жалеть. Хотя и бекон жирный, но это масло потом пойдет в картошку, в картофельный салат. Бекон чуть-чуть прикопченный. Очень вкусно, я успел попробовать. И мы его прижариваем до такого слегка карамельного цвета. Почти все наши ингредиенты готовы. И мы начинаем нарезать картошечку примерно вот такими вот кругляшками. Кто хочет, может порезать половинками на свой вкус, как говорится. Мы прижарили наш бекон. Бекон каждый жарит как ему нравится. Я люблю, чтобы он был хорошо зажарен. Ну и продолжаем нарезать картошечку. Итак, мы почистили немного картошечки. Сразу я ее не советую, потому что оно потом будет сложно мешать. И у нас идет маринованный лук. Мы будем по частям это все действие делать. Дальше у нас идут огурчики. Огурчики. И бекон наш прижаренный. Он как семечки получается у нас в салате. Теперь мы это очень мягко и аккуратно перемешиваем. Картошка наша начинает впитывать все запахи и ароматы. Режем дальше картошку. Но потом мы ее просто не сможем перемешать всю, целиком. Вторая часть картошки порезана. И идет дальше наш маринованный лук. В шикарном маринаде. Он уже пропитался, лучок. Он стал маринованный. Огурчики. Бекон может каждый зажаривать, как ему нравится. Не до такой зажарки, как у меня. Просто, как говорится, я так люблю. Так, сейчас мы помешаем и посмотрим. Теперь мы добавляем куриный бульон. Весь его, я думаю, лить не надо. Нам надо дать возможность салату впитать эту влагу. Теперь мы оставляем его где-то, ну, идеально было бы на пару часов. Вот. Но хотя бы полчаса он должен простоять, чтобы впитать в себя все ароматы. Ну, а потом встретимся на пробе. Ну, что, друзья мои. Картофельный салат у нас простоял час. Он пропитался. То есть, он впитал в себя все жидкости, которыми мы его поливали. Сейчас мы его попробуем. Я его присыпал. Посмотрите, чуть-чуть. Зеленый такой лучок есть, тоненький. Сейчас мы его попробуем. Очень-очень вкусно. Обалдеть. Картошка впитала в себя все ароматы. Действительно очень вкусно. Друзья мои, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. И подписаться на мой канал. Очень вкусная еда. Не могу оторваться. Я прощаюсь с вами. Пока. Я буду кушать дальше. Хм-хм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok